Привет, друзья! С вами снова Артём, и это 104 выпуск новостей Android. Поехали! Официальный дистрибьютор продукции Xiaomi на территории Российской Федерации компания RDC Group объявила о старте продаж флагманского смартфона Mi 5S Plus. Устройство с официальной русскоязычной прошивкой и ограниченной годовой гарантией уже поступило на прилавки фирменного магазина компании и доступно по цене 34 990 рублей. Корпус смартфона целиком выполнен из металла, а дисплей с диагонелью 5,7 дюйма прикрывает закругленное стекло Dragon Tail. Устройство оснащено 4-ядерным процессором Snapdragon 821 с 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также двойной камерой с разрешением 13 Мп с поддержкой фазовой автофокусировки и двухцветной LED вспышкой. На старте продаж потребителям будет доступна только базовая конфигурация Mi 5S Plus с минимальным объемом оперативной памяти. Вариация с 6 ГБ оперативки пока так и останется эксклюзивным приложением для китайского и индийского рынков. Не исключено, что вскоре дистрибьютор решится расширить существующий ассортимент, пополнив его старшие модели. В числе прочего отметим батарею емкостью 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки по стандарту Quick Charge от Qualcomm, дактилоскопический сканер на задней панели и коннектор USB-C. Присутствует слот для двух сим-карт и разъем мини-джек для подключения наушников. Программная часть представлена MIUI версии 8.2, в основе которой лежит Android 7.0 Nougat. Исследовательская лаборатория Future Lab, принадлежащая японской компании Sony, представила прототип революционных Bluetooth-наушников. Аксессуар размещается на шее и транслирует звук, оставляя уши пользователя открытыми для внешнего мира. Разработка получила название Concept N и призвана стать незаменимым компаньоном всех любителей спорта. Основной недостаток наушников заключается в том, что они не поддерживают костную проводимость, передавая звук по принципу носимых колонок. Из этого следует, что окружающие вас люди будут слышать все то, что слышно вам, будь то любимый трек или указание GPS-навигатора. К счастью, комплектация Concept N предусматривает две конусообразные амбушюры, вставляемые в уши. В дополнение ко всему наушники оборудованы встроенной камерой, которая будет записывать все, что видит их пользователь, а также поддерживать голосовое управление. Благодаря ему можно попросить Concept N прочесть слух сообщения, построить маршрут до ближайшего спортзала или воспроизвести подготовленный заранее плейлист. На данный момент Concept N уже второй прототип умных наушников от Sony, который недоступен для коммерческого использования. Первый был представлен в ходе международной выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе. Устройство укомплектовали высококачественным аудиочипом, активным шумодавом и зарядным чехлом, аналогичным тому, что поставляется в комплекте с AirPods. Руководство Yota Devices вынуждено отложить релиз Yota Phone 3, передает Interfax со ссылкой на главу Ростеха Сергея Чемизова. По словам руководителя ведомства, данное решение напрямую связано с отсутствием необходимого финансирования со стороны китайских акционеров, владеющих контрольным пакетом акций Yota Devices. Как отмечает Чемизов, первоначальная заинтересованность китайцев сошла на нет, и теперь они достаточно вяло реагируют на новости об устройстве. Хотя Yota Devices уже создала третью версию Yota Phone, но средства пока мы не нашли, и наш основной акционер китайский пока эти средства не выделял, подвел итоги глава Ростеха. Раньше мы уже сообщали о том, что Yota Devices активно работает над созданием Yota Phone третьего поколения. По слухам, смартфон должен получить 5,5-дюймовый дисплей, 4-ядерный процессор Snapdragon 821 и 4 ГБ оперативной памяти. Рекомендованные производителям розничная цена новинки в случае его релиза составят порядка 550-600 долларов США. Флагманский смартфон компании OnePlus, модель 3T, появился в российской рознице, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Marvel Distribution. Новинка с официальной русскоязычной прошивкой и ограниченной годовой гарантией распространяется по цене 33 990 рублей и уже доступна в ассортименте отечественных ритейлеров. OnePlus 3T был представлен осенью прошлого года как более совершенная и производительная замена предыдущей модели с порядковым номером 3. Смартфон укомплектован 4-ядерным процессором Snapdragon 821, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятором увеличенной емкости. Программная часть OnePlus 3T представлена проприетарной Oxygen версии 4.0. Модуль основной камеры смартфона представлен 16-мегапиксельной матрицей производства Sony с функцией автофуксировки, оптической стабилизации изображения и апертурой равной 2. Фронтальная камера имеет широкоугольный объектив, цифровую стабилизацию и разрешение 8 Мп, что делает ее превосходным решением для групповых селфи. Xiaomi представила улучшенную версию бюджетного фаблета Redmi Note 4, передает ГИЗ-машина со ссылкой на официальный блок компании. Новинку отличает 4 ГБ оперативной памяти против 2 или 3 ГБ у предшественника, увеличенный до 64 ГБ объем встроенного хранилища и разогнанный процессор Helio X20 от Mediatek с тактовой частотой 2,1 ГГц. Кроме аппаратных отличий, обновленный Redmi Note 4 выделяется на фоне предыдущей модели более высоким ценником. Новинка поступила в продажу на этой неделе по цене 1399 юаней или 202 доллара США по актуальному курсу. Первоначальное устройство будет доступно только на местном рынке. Xiaomi Redmi Note 4 был представлен летом прошлого года как замена устаревшему Redmi Note 3. Однако, несмотря на более производительную начинку и привлекательную внешность, смартфон не получил должного распространения. С целью повышения престижа модели производитель выпустил версию Redmi Note 4 на базе процессора Snapdragon 625, который, впрочем, также не удалось взорвать рынок. Ну а на этом все. Оставайтесь с нами на androidinsider.ru, ставьте большие пальцы вверх и комментируйте, комментируйте, комментируйте. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok